Значит, благодаря предыдущему докладу Антоном, наконец-то удается понять, что из себя представляет жертва Иисуса. Что это такое? Зачем она нужна? Ну, казалось бы, какая-то нелепость. Бог, Отец, Бог-Сын, тем более, что это один и тот же Бог, еще другой же, это Святой Дух. И вот он берет сам себя, зачем-то жертвует, почему, от чего, как. Странная концепция. И вот, наконец, благодаря Антону эта концепция получает некий смысл и определенного рода стройность. Но в самом деле, если мы представим себе, что у человека был некий правоводный грех, то есть некоторый грех, который полностью испортил его природу. Вот этот самый грех. И вот в этой самой ситуации греха он живет. Вообще говоря, и мы видим, что если у нас рядом есть Бог, то есть нечто, то есть существо бесконечно могучное, бесконечно сильное, то человеку ничего не остается. Не остается ни свободы, ни на его долю не приходится сущее. А он существует тем способом, который мы пытались описать в серии докладов, которые Бог Верховый, Бог Нового Завета состоял. Ну, например, в мысли о Иове, что когда есть и Бог, настоящий Господин, и есть, например, по отношению к Господину его раб верный, то тогда раб говорит, Господи, я защищал и обучал Твоих детей, я ничто требовал за это, никакого вознаграждения. И тогда Бог делает ему вознаграждение, он выкалывает ему глаза и отрубает его руки. Почему? Потому что такое настоящее отношение между Господином и рабом, оно лишено ситуации торга. То есть ты, раб, ухаживая за детьми Господина, не по той, по той самой причине, что он хочет из-за этого какого-то рода воздаяния его справедливости, а потому что это природа его такая. И Господин, вот этому верному рабу, отрубая руки и выкалывая глаза, значит, тоже просто осуществляет собственное господство. А ни в коем случае не пытается вознаграждать или наказать раба за хорошее поведение своего детьми. И вот мы оказываемся в самом деле в таком вот странном мире. В том странном мире, который является миром Ветхого Завета, в котором господство Господина полностью отрицает у человека не то что свободу, но все его остальные атрибуты его существования. Вот полностью его отрицают. Как эту ситуацию можно восстановить, если Бог действительно любит человека? Тех способов, что он убьет сам себя. То есть вот Антон на случай тому, что Бог преподносит некоторую жертву, и в Новом Завете совершенно, только где-то, по-моему, у Иоанна, я немножко давно уже все читал, ничего не помню, говорится, что Бог воскрес. На самом деле, представим себе ту самую картину, когда Бог умер на кресте, или, как говорят историки, на самом деле, на колу, значит, то и его больше как бы его нет совсем. И тогда существование, говорит Антон, существование человека, его сущее, его свобода и все остальное обретет определенного рода смысл. То есть в этом смысле Бог не делает таким образом, что полностью стирает даже из воспоминания человека его какого-то рода представление о себе. Нет, это остается. Но он не настолько зловреден. Он просто полностью уходит из этого мира и его абсолютно покидает. То есть Бог по-настоящему умер. То есть Бог по-настоящему умер на кресте, и поэтому той ошибки человеческой природы и ее порчи, предстоит быть исправленным. Она представлена таким, что человек получает собственное достоинство. Вот такова, значит, вот эта получается концепция. И я нахожу, что наконец-то концепция жертвы Иисусовой получает определенного рода смысл. Вот этого не было, а теперь наконец-то она есть. Теперь мы понимаем, что такое Бог. Но здесь мы получаем определенного рода проблемы с дальнейшей интерпретацией христианской истории. Потому что христианская история, в отличие от истории иудаизма, или чего-либо еще, она говорит, что да, Бог, быть может, умер, но Он воскрес. Его три дня не было. Если вы посмотрите главные иконы, например, в Псковской нашей соседней школе иконописи, то мы видим, что там главный сюжет – это сошествие Христа в ад. То есть Он после этого ушел, и Его отсутствовал. Он был как бы в аду. Но проблема состоит, что, быть может, полагается, что Бог воскрес. Но воскрес ли Он на самом деле? Или в самом деле Его до сих пор нет. До сих пор, как Он убил себя, потому что Бог Отец и Бог Сын – это одно и то же. Вот он после того, как Он принес себя в жертву, спрашивается, кому? А не человеку. А кому еще? Он убил себя, уничтожил себя, для того, чтобы человек смог стать человеком. Превратившийся из раба, или какого-то вот этого самого странного существа, описанного в Ветхом Завете, по отношению к Богу, раба своего великого господина, превратился в то, что Он есть. Вот такое замечание, очень короткое и чистое. Докладу Антону. Ты говоришь антихристианские вещи. Получается, что да. Бог не может умереть, и умер не Бог, Логос, а умер человек, Иисус. Ну вот опять антихристианские вещи говорят, что не человек умер. Минутка ереси на философском шпоре. Да, да. Ну, конечно, да. Это совершенно правильная интерпретация того элемента христианства, который я в свою концепцию забираю. Я пересобираю из атеизма, из веры. Это то, что мне нужно в христианстве. И действительно, в этом смысле, когда верующие друг друга приветствуют, что Христос воскрес, те правильные христиане, в кавычках, про которые говоришь ты, должны говорить, что Христос не воскрес. Возрадуемся. Но в чем я вижу здесь проблему, в том, что эта жертва, если она предъявлена, если она как бы явлена, вот так вот, в виде писаний, в виде сообщений, в виде события какого-то исторического или квази-исторического, с ней человеку приходится иметь дело, и он опять же... То есть, Богу невозможно освободить человека таким образом. Потому что в этой жертве, если Бог жертвует собой, он еще больше как бы возвышается, и человек по жизни, так сказать, ему становится обязанным. Это булатовская тема, как бы... Нет, нет, я-то хочу, что он умер за правду. Нет, он умер за правду, да. То есть, он умер за правду, потому что история о том, что он умер, она сохранилась в том, что он умер. Но эта история как бы ничего не будет. Бог умер за правду. За правду, да. За правду он умер. То есть, на антологическом статусе, понизывающая все стороны нашего бытия. Это все правильно, да. Я просто хочу сказать, что человеку, если как бы Бог сделал это ради человека, то это не лучшее, что он мог сделать. Потому что как бы поздно уже, поздняк питаться. Если ты уже был, а потом за правду на всех уровнях бытия умер, но ты оставил, как бы человек, во-первых, его бросил, во-вторых, ты наделил его чувство вины, потому что ради тебя, да, вот ради тебя человека, там, Бог взял и убил себя. Вот. Ну, как бы с этим дальше надо как-то жить. Вот. Не то, чтобы это похоже, как бы на счастливую там историю, зато очень похоже на христианство. Зато очень похоже на христианство, да. Вот, наверное. Безусловно. То есть постоянно чувство, чувство, чувство благодарности и вины, который спас путем в отдаче на заклание Агнца и сына своего возлюбленного, на самом деле, самого себя. Да. Более того, как бы, если вспомнить христианство, он не просто принес себя в жертву, а это все произведено руками людей, да, то есть они его еще одновременно и убили. Ну, опять, опять речь идет о том, что по всей видимости... То есть это тоже, как бы, не лучший способ, да, не просто принести себя в жертву, а делать так, чтобы они еще меня и убили. Вот. Тут уж как бы по лучшим образом вернуть вот этих людей в... В стык вину. Да, вот во все эти, как бы, психологические проблемы, о которых говорит Анатолий, не придумать. Ну, тем не менее, эмпирически по христианству так оно и есть. По христианству... За каждую, пред каждым виноват. За каждую, пред каждым виноват. Постоянно чисто от стыда, постоянное вины, постоянное ощущение себя греховным. Ну, вот она, вот такова ситуация. Поэтому на этот поступок Бога можно тоже посмотреть на как-то отчаяние. Я давал вам завет, вы меня не слушались, так живите, как хотите, живите в одиночку. Вот я вам. Таков я. И здесь, как бы, такие два момента. Это действительно то, что говорит Анатолий, что та самая жертва, которую приносит Христос, она оказывается той жертвой, которой невозможно никак его искупить. Это тот дом, который невозможно отдать. Да, и его невозможно отдать по двум как бы аспектам. Первый, это то, что величина долга, величина, как сказать, несоизмеримая. Второй, то, что, собственно говоря, сам субъект удаляется. некому не продавать. Получается, как двойной, незакрытый гештальт. То, что вообще ни с чем не справится. Если одно можно было пережить, вот еще и второй аспект, который совсем как бы раб. второй такой момент, это вот возвращаясь к идее того, что Бог убивает себя, тем самым оставляет человека как бы без Господина. Это, конечно, хорошо, но когда умирает Господин, раб от этого не становится свободным Господином, просто становится рабом, у которого нет Господина. И все. Поэтому человек без Бога не становится никем, просто не за человеком, у которого нет Бога. Все. Он не приобретает какие-то новые антологические, или экзистенциальные качества. Ну, он приобретает. На самом деле, он приобретает. Бог вернется. Мессия вернется. И второй, как бы такой, скорее более художественный момент, то, что можно воспринимать воскрешение не как воскрешение в смысле возрождения, а как знак того, что умер именно Бог, а не подставное лицо. Да, но потом он есть. Если бы он потом взял бы и куда-то удалился, то есть опять исчез. Вот это было бы интересно. Просто в другой доступ концепции воскресения, как таковому не удается придать такой же антологический статус, как его смерть. это самое жертвоприношение, заменитель концепции самоубийства, тогда это действительно будет то самое отчаяние, которое как бы оставляет только, не знаю, бездну, которую невозможно. Ну, самоубийство, конечно, потому что он же обладает бесконечной силой, бесконечной возможностей, бесконечной властью. Ну, это все замечательно, да, но опять же, как бы, вот моя позиция, что нужно как бы строить концепт Бога и концепт человека так, чтобы это не унижало ни Бога, ни человека, да. Бог, который совершает свое убийство не просто так, а еще и на глазах у людей, да, вот устраивает из этого такой спектакль, да, за него как бы немного становится стыдно. Поэтому он и предоставил людям возможность его убить. Он все сделал, в жертву входит и то, что он сказал, что меня настолько нет, что меня убили люди. Понимаешь? Ну, да, ну, в общем, возвращаются тут все проблемы как бы Анатолия, да, что он ввергает их там в вину, там, вот, и прочее. Ну, ввергает же, ввергает. А зачем? Я говорю, что правильный поступок Бога в этом смысле должен был бы... в том, чтобы не быть изначально. Нет, нет, нет. После всего этого Бог еще к тому же учредил научный атеизм, который говорит, что его, вообще говоря, и не было. И Библии не было. Но как-то он должен был заранее его учредить. Его же нет. Ну, по сути, это парадокс, что как бы поступок не самый лучший, но как бы он произошел, все. Как бы поздняк метаться, потому что, если так рассуждать, грубо говоря, то можно было как бы и остаться в раю и не создавать дерево по знаме добра и зла, в общем как бы... Да, в общем, ничего этого и не было. Исходя из того, что мы имеем то, что имеем, как бы логично предположить, что вся эта история вот как бы и есть. Вот интересно, что она осталась в записи, то есть она не стерта из книги жизни, что называется. Она в записи осталась со всеми своими вещами, но в чем заключение? Осталась просто книгой. Книгой, которой ты можешь верить, в которую можешь не верить. Которую ты можешь запросто игнорировать. Если ты ее научишь игнорировать, то у тебя не будет проблем нищим. С двойным гештальтом не будет проблем. Ну, безусловно. Да, но теоретически такие люди есть, которые в этой повести об умершем Боге относятся всерьез. Эти люди называются христианами. Но тут есть, тогда получается, какие возможные варианты. Это либо, как предлагает Игорь, просто отказаться от этой самой истории, просто игнорировать ее и не верить. Второй вопрос, как вам о возможности. Игорь, это кто? Не имею в виду, ты предлагаешь. Но ты не то, чтобы это предлагаешь. Высказал возможности. Либо игнорировать, либо наоборот верить и продолжать делать то, что делается. Либо можно как-то, грубо говоря, эту историю, не то, чтобы пересобрать, но как-то ее деконструировать. Время состоит, что удалось бы по воскрешению Бога придать такой же антологический статус, какой удалось Антону придать концепции жертвы, искупительной жертвы Христа. Да? Вот такой бы статус удалось придать. Насколько я понимаю, концепция мертвого и отсутствующего Бога это то, что в области христианского богословия. А можно ли это экстраполировать на... Ну, я думаю, что в области иудаистского, и исламского, всяким антеизм сюда можно подверстать. Но, естественно, всякая разного рода восточная мистика мне вообще не интереснее заниматься, потому что она мне напоминает такой как бы мир, как бульон, в котором плавают там разные, как компот, в котором плавают божества. И это совершенно непривлекательно. Меня привлекает, если какая-то мистика есть, то это должна быть мистика пустой комнаты. Это специальная такая сектор, где стоит пустая комната, в ней стоит стул, и приходишь и сидишь. 15 лет посидел, потом уснул. А, да, два, совершенно верно, два стула. Ты всегда в ней один, а второй стул пустой. Да, вот это запросто можно так подобного рода сделать. Есть же в Москве театр-дом, допустим, или что-либо еще. Вот тебе, пожалуйста, идея перформанса. То есть люди приходят и, значит, в этой пустой комнате могут посидеть некоторое количество. Поиметь дело с отсутствием. Я думаю, все-таки, вот эта концепция воскрешения, воскрешения, вот она не укладывается немножко в эту картину. Вот, то есть, действительно, была бы вот такая идея, что действительно Бог умер. То есть, Ницше больше христианин, чем собственные христианин. Ну, с Ницше как обстоит дело, да? Во-первых, Ницше пытается его убить, да? И в этом смысле, ну, вот с моей точки зрения, он осуществляет большую неблагодарность, да? Он, как бы, ломится в открытую дверь, потому что все, как бы, сделано до него, да? То есть, не нужно, то есть, вот в том-то и, как бы, и прелесть, да? Что Бог вот, заранее избавил нас от необходимости его убивать. Понимаете? И надо ему за это сказать спасибо, а не пытаться убить его еще один раз, потому что это чисто психоаналитическая же тема, да? Проблема в том, что пытаются убить уже мертвого отца. Да. Его, как бы, и так нет. Да. Да, правильно, да, конечно. В этом смысле любое богоборчество, оно как бы... ну просто он же думает, что он все-таки воскрес. Он воскрес, он пытается убить его второй раз. Ну, как говорится, да, потом мы на острове, мы такое началось, что мы стердес обратно откопали, да. Так, а что, во всех религиях, что ли, Бога воскресает? Ну, нет, не во всех. Или вы говорите в основном о христианстве? Он, в общем, практически нигде не умирает, да. Хотя, очень часто, как бы, большинство, там, вот, ранних верований, да, оно состоит в том, что Бог, как бы, творец, да, изначальный, он, как бы, уходит куда-то в сторону, вот, а миром правит какой-то там другой Бог, да, то есть, это и там, и греческие боги, и так далее, и тот же индуизм, там, всегда, как бы, создатель, там, как бы, главный Бог, он, хрен знает где, а мы имеем дело, как бы, с какими-то уже последующими богами, вот, которые, может, не так добры, вот, и так далее. Гонастическая версия, одна из, потому что он впитался в их голову. И что, в наше бытие саватрино дьявол. Да, это бы, другая, как бы, тема, немножко позже. Ну, что, как бы, все? Ну, почему все? Еще что-то? Да, Ну, просто, просто, тема, как бы, тема, да, здесь возникает, то есть, почему, как бы, этим тоже занимался, да? это все, как бы, так или иначе, крутится вокруг того, что там делал Деррида, вот, потому что он, поздний Деррида, он очень много, как бы, во многом религиозе, он тоже занимается, там, апофатическим богословием, вот, он, там, занимается даром смерти, он занимается, там, просто даром, и проблема дара состоит в том, как бы, чистый дар, вот, оказывается, невозможен, потому что чистый дар, это такой дар, на который, как раз, не отдариться, и не нужно отдариваться, да? И невозможно, и невозможно, да, то есть, это должен быть такой дар, когда ты не даешь, да, ну, и Деррида приходит к тому, да, что чистый дар, ну, как приходит, разве можно сказать тогда, тем более, что я эти книги не читал, да, они еще там не переведены, там, ни дар смерти, ни опори, вот, и я даже даже в какой-то момент думал, просто вот взять свои деньги, найти какого-нибудь переводчика, сказать, он переведимый, да. А сейчас Google Translate за последний год сделал сумасшедший зафин делить? Ну, посмотрим. Ну, все-таки, Деррида переводить сложнее, вот, я думаю, чем-то такие по физике, да. Вот, ну, в общем, смысл в том, что, да, это может быть, дар возможен, да, но при этом, ты не должен дарить ничего, то есть, когда ты ничего не даришь, вот, ты, в общем, действительно даришь, вот, и этот Бог, который дарит свое отсутствие, да, мой, он как раз осуществляет, вот в этом смысле, чистый дар, он, собственно, ничего не дает, вот, то есть, мы можем сказать, как бы, что, благодаря его отсутствию, там, есть бытие, ну, есть бытие некорректно, да, но благодаря его отсутствию, бытие, вот, но при этом, эта ситуация неотличима, неотличима, да, вот это то самое различание, дерридианское, от просто ситуации бытией, потому что, ну, нет никакой возможности, да, утверждать, что бытие есть из-за непытия, нет, но оно все-таки немножко отличимо, потому что, как бы, есть священная книга, где это об этом записано, а другого нет, ты можешь этому верить, но этого не верить, а так, да, вот, поставить в эксперимент, при помощи микроскопа, даже электронного, скальплика и всего прочего, ты не можешь, не можешь сказать, что ситуация отсутствия Бога, это и есть ситуация дара Бога. Я хотел бы вернуться к тому, с чего было начато, это, собственно говоря, к проблеме наличия зла, потому что, как в конце концепции отсутствующего Бога решать этот вопрос, она говорит, утверждает лишь только то, что Бога нет, как бы зло есть, на этом все, расходимся? Или есть какой-то способ, как бы, какой-то работы с этим наличиствующим злом, как-то его преобразать, что-то, как бы, обычно, как бы, утверждать, что зло есть, есть Бог, и как бы, нужно отсюда туда, как-то, при помощи веры, да, здесь, как бы, ничего сделать не справить, как бы, мир во зле, в дьяволе, в общем, спасать, а если нет Бога, у нас остается только мир, который во зле, вопрос, а может ли человек, да, без помощи Бога, поскольку его нет, с этим злом что-то сделать, если источником зла является сам человек, а почему, потому что у него есть свобода, практика показывает, что это как-то не очень удается, вот вопрос. Я не согласен с этим, что мир лежит во зле, я считаю, что мир, как бы, лежит и в добре, и во зле, и человек, как бы, действительно, по-разному проявляет свою свободу, важно здесь то, что, во-первых, как бы, делаем, делаем, да, сами, мы за это зло берем на себя ответ, сами с ним боремся, сами с ним боремся, лечим рак, кости для детей, да, и так далее, вот, а Бога, как бы, из-под удара выводим, нечего тут, как бы, ему делать. Да, у меня же такой получился, единственное, что у меня, чисто эстетически, эта картинка не нравится, уж более на, религиозный, эксистенциализм похоже, это понимаешь, немножко эстетически, нет, эксистенциализм, эксистенциализм, как мы знаем, обычно, как бы, склонен страдать, вот, возмущаться абсурду, взывать Богу, вот, если, допустим, открыть книжку, предтеча эксистенциализма, «Унамуна», вот там, я не помню, как она называется, целая книжка посвящена тому, как он не согласен с тем, что Бога нет, и как он требует, чтобы он был, вот, потому что он не хочет умирать. Ну, да. Вот, поэтому, конечно, как бы, да, поэтично. Ну, вот это, как бы, какинка на это и похоже. Основной, как бы, вопрос здесь, да, в том, как ты к этому отнесешься, и в том, чтобы возблагодарить, принять, и обрадоваться, да, что все так, и, в общем, понять, что лучше было не придумать, но лучше выдумать. Да, плюс надо понять, здесь очень-очень ситуация, что, в крайнем случае, это страшный дар, но потому что, это очень страшный, потому что, в том числе, ты становишься смертным. в таком случае, в таком случае, трудный дар, это еще непонятно как. Может, тебе напоследок, достал ты меня, я тебя проклинаю, и фига, и эта форма даже не жертва, а форма проклятия, быть может. В таком случае, что получается? Получается то, То, что с этой самой заваренной на земле кашей раскребывать ее предстоит самому человеку и в таком ключе вот этот самый воинствующий атеист в каком-то смысле справедлив. Потому что нечего поклоняться несуществующим Богу, нужно закатывать рукава и делать настоящее дело. Заниматься медициной, наукой и так далее. А не тосковать пожатью. А не тосковать пожатью, которую... Не страдать от проклятия. Только остается вопрос сообразности. И отсюда получается переход от Бога, которого нет, к Богу, которого не было, нет. Той самой разницы, между которой различий нет, только от одного к другому. Когда у нас будет только материя, только человек, только мир и никакой положительный мистический. У нас и так как бы... Нет, мистика она нулевая. Ну она пока еще остается в качестве категории. А потом она исчезнет и... Я как бы, да, вот моя мысль, да, я наставил на том, что, так сказать, изящество Бога в этом его акте состоит в том, что он оставил нам вот всю эту свободу отношения, да. Он не предписал, что мы там должны, допустим, благодарить, или что мы должны вот стенать и просить его появиться. Или что мы должны просто как бы, ну, принимать этот факт как должное и как атеизм, вот, просто как бы заниматься дальше нашими телами мира. Это тоже наша свобода, это замечательно. Вот. Если бы ее не было, опять же, если бы мы имели священные писания, в которых написано, что да, он принес нам себя в жертву, все как бы, в общем, было бы совершенно по-другому. Ну, слава Богу, это не так, вот. И дальше, как бы, надо просто выбирать, что полезнее, опять же, для этого мира. И мне кажется, что полезнее для этого мира не просто заниматься своими делами, да, а иметь вот определенное отношение благодарности и определенное отношение принятия всех последствий. Да, память, как бы, да. Добрую память. Да, да. Благодарить, кто в сущности тебя поклял, да. Ну, не проклял, да, а благодарность тому, как бы, которого и не было никогда, вот, но который, как бы, тем самым тебе, в общем, как бы, и позволил быть в том смысле, что не помешал, не воцарился и так далее. Просто некоторая абстрактная, там об этом мы говорили, неделю назад, просто абстрактная хадагеранская благодарность миру за то, что ты есть. Ну, не только захваченный мир, но ты еще и благодаришь, и непонятно кому. Да, да, это такая безадресная благодарность, потому что куда ее направить? Некуда. Ты направляешь ее, вот, как бы, в некое отсутствующее место. В прошлый раз вот это мы обсуждали, на среднем семинаре. Но мне кажется, что это настроение, оно не совпадает полностью с настроением атеизма, так, как мы его видим. Вот. То есть это, как бы, некая возможность, которая, мне кажется, пропущена, да, по каким-то причинам. Вот. И даже в каком-то смысле, мне кажется, оно должно идти после атеизма. То есть это та ситуация, когда мы полностью приняли, вот, это отсутствие. Мне кажется, что когда ты просто принимаешь, как бы, отсутствие как должное, да, ты не принял его до конца. Ты не полностью прошел, как бы, некоторую вот эту антиэдипальную работу, что ли, или как это назвать. Вот. Ну, все, да. Но все же, я не понял, Бог остается, как отсутствующий Бог? Или вообще не остается? Как отсутствующий Бог, он остается? Ну, он вам предлагает, что остается. Я предлагаю, что, как бы, эти вещи невозможно различить. Что, как бы, с одной стороны, вроде как он остается, как отсутствующий, с другой стороны, он и отсутствует, забирает с собой. Ну, вот у нас-то получилось, что не забирает, что не забирает. У вас, да, у вас он, как бы, все время вот так вот своим отсутствием мерцает, он является у вас вообще добром, а мир является злом, он является неким миривым и так далее. Нет, 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 это я в последний раз говорю, это не о том. Это уже, это... Сейчас, сейчас, вот он, если остается, как бы, весть о его жертве, то он существует, как отсутствующий Бог. То есть, Бог умер, но весть о нем, ну, не очень добрая. Ну, не добрая, тоска. Да, не очень добрая память о нем осталась, да. Вот так, вот так бывает. Потому что, есть же ситуации, когда ты эту, ты об этой жертве ничего не знаешь, ты жертву не понимаешь, живешь так, как будто... Ну, видите, я говорю, это можно понимать как жертва, а можно понимать... Ну, получается, что и не так, потому что вот эта хадегирианская, эмпиадическая картинка, то, что когда мы благодарим сущему, мы полностью захвачены всеми его обстоятельствами, все, что с ним происходит, но отличаем себя от сущего, который нами руководит и который нас захватил, тем способом, что мы благодарим непонятно кого за свое существование. Ну, да, это очень важно, потому что... Поскольку это есть, то, значит, ответ тогда однозначный, Александр Сергеевич. Он состоит в том, что Бог существует как отсутствующий Бог. Тем не менее. Да, то есть вопрос с творением снимается. А с творением непонятно, это еще непонятно, тот ли это был Бог, который умер, а тот, который творил. Ну, я думаю, что вообще как бы никто не творил, да, то есть креационизма надо избегать, и в этом как бы атеизм совершенно... Да, мы-то с самого начала сделали тот разговор, прошу прощения, вели вот, когда в теологии отсутствующего Бога, для нас вопрос, вопрос о творении был реально неважен, ну, нам неважен был этот вопрос, и мы его избегали. Ну, как неважен, сам-то конкретно вопрос о творении может быть и неважен, я соглашусь. Но вопрос соразмерности мира, красоты мира, понимаете, если, если, как бы, ну, понимаете, если вы хотите... Пока минимум, минимум в этой красоте мироздания. Опять же, как бы бытие, да, вот, оно само по себе, понимаете, ну, субстанционально, и красота, как бы, которая в нем не нуждается в какой-то, может быть, другой красоте. Она не обязательно должна прийти от Бога. Вот. Зачем? Если размер... А, как бы, почему надо избегать всякого рода креационизма, да, потому что, ну, опять же, не надо на Бога возлагать ответственность за все то, что мы имеем, да, надо, как бы, вот, его выводить из-под удара. Всеми возможными способами. В этом, как бы, состоит определенное наше служение, да. Мы, как бы, не просто тут должны отрицать существование Бога, а мы должны, как бы, в общем, заботиться об его имени, понимаете, вот. А доброй репутации? Ну, да, в каком-то смысле так, да. То есть, мы должны, как бы, стоять на страже, вот. Когда нам про Бога начинают рассказывать какие-то, там, неприятные истории, что, допустим, он, там, на кресте себя принес жертву перед всеми людьми, да, мы должны, как бы, за это бить морды, вот. Вот, потому что, как бы, ну, не надо кулить Бога. Его вообще не было. Его вообще не было, да. А вы нам, как бы, и вообще, как бы, он поступил вообще шикарно, понимаете. Он сделал лучше, что мог. А вы, исходя из, как бы, своего, вот этого, вот, убогих, как бы, эдипальных, там, еще Бог знает каких, вот этих, вот, культурных, там, социальных, как бы, представлений, да, вот, проецируете туда, вот, человеческую убогость. О, мысль появилась. То есть, Бог мог бы быть, но его не было. Да, да. Вот. Он мог бы быть. Мог бы быть, конечно, да, да. Да, это хорошо. А его не было. Его не было, да. Потому что, если он не мог, если вообще, вот. Нет, конечно, в том-то и дело, что он мог бы быть, да, это очень хороший, хороший момент, да, тут, ну, как бы, аккуратно сказано. Да. Вот. Потому что, все время, когда я говорю, предотвратил себя, да, это, ну, это ввергает нас, как бы, вот в этот парадокс, да, тут, вроде существовал, но, как бы, не существовал. Как он там пробросил вперед себя это могущество, что, он мог бы быть, но его не было. Ну, это уже не христианская картина, нет. Ну, а никто не говорит, как бы, что мы должны ее выстраивать. Нет, но если христианство понимать в русле церковном, то, конечно. Но, ну, как бы, даже не в церковном случае, даже не в церковном случае. Но интуиция, нет, ну, интуиция, как бы, смерти Бога, как освобождение, да, вот, в очищенном от всей галематии психологической, да, вот, она здесь присутствует, да. Ну, вы согласны, что мы должны, как бы, защищать имя Бога, чтобы его, как бы, не порочили? Нет. Да? Не согласна. Ну, надо же делать что-то, надо на себя брать ответственность, понимаешь, за тех, кого нет. Вот, потому что он, как бы, поскольку его нет, он за себя, как бы, не может постоять, понимаешь, он, как бы, свое имя не может защитить. Да, он не может, это понятно. Это, кстати, нет, это, понимаешь, это уже поиск на ислам какой-то получается. Ну, почему? Или это, как там? Ну, ислам, он наверняка, там, вся инциденция. Я не знаю, я не знаю, у меня сейчас какое-то такое странное, как сказать, ну, чувство. Я пришел инсайт, наверное. Да, вот еще такая опасность, это возражение. Восхождается, или эта идеология ведет, вот, к белокуре вести, упрямление к власти, конечно, но если Бога нету. Ну, кому как, кому все позволено, а кто и в уголке? А кто и в уголке? В уголке на стул власти должна быть. Ну, если на место Бога, как бы, водрузить человека, да, вот сказать, а вот, вот тут человек... И не всякого человека еще. Ну, не всякого, да. Да, именно, одного амстрийского художника. Да, то, конечно, да. Но, вот, ну, наверное, мы должны так же, как бы, и место вот это оберегать, понимаете? То есть, человек, как бы, должен оставаться, как бы, в некоторой, своего рода, скромности, понимаете? Ну, то есть, если он просто, как бы, если Бога просто нет, и человек, как бы, царь всего, да, то да. А если, как бы, Бог мог быть, но его нет, то человек в этом смысле всегда остается, как бы, на вторых ролях. При том, что первая роль не занята, понимаете? То есть, мы должны, как бы, мыслить, ну, вот, у Деррида очень много этого, когда он против метафизики присутствия борется и говорит про что-то такое, что, допустим, вначале было отсутствие, да, или там, то, что, как бы, мы мыслим первым, на самом деле является вторым, да, то есть, оставить первое место пустым, вот, не занимая его. Вот это важно. Да, это важно, да. Да, и вот есть в политической сфере идея конституционной монархии, когда у тебя есть некое первое место. Но там никто ничего не решает. Да, но на его месте стоит котик, или там мужская свинка, или конституционный монарх, что то же самое. То есть, он, как бы, занимает, то есть, главное место в обществе, оно занято, но оно занято символически. Вот такая вот идея конституционной монархии. Как разработать эту ситуацию по отношению к миру, непонятно, потому что больше всего, Антон уже об этом сегодня говорил, это становится похоже на такой мягкий вариант великого инквизитора у Достоевского. Потом на мягкий. Потому что он должен быть, место оно кем-то занято, но, слава богу, не великими инквизиторами. Потому что великий инквизитор, она реальная власть против людей, да? Нет, но оно будет занято тем, что мы туда сами водрузим. Ну, туда надо водрузить нечто символическое. Туда вообще не надо еще водружать. Нет, что-то символическое, конституционной монархии. Ты возружаешь на британский престол, ну, не британский, скажем, на шведский престол, морскую свинку. Ну, это как бы разговор в пользу каких-нибудь более-менее хороших религий тогда у тебя. Вот водрузим туда как бы христианского бога, вот, и как бы все становится хорошо. Но это не обязательно. На самом деле, как бы, ну, мы можем уже, я думаю, просто как бы оставить это место пустым, и, так сказать, силой мысли и чувства, да, удерживать эту ситуацию, не занимать его сами, да, ну и как бы... Ну, вполне, это тоже рецепт, но более простой рецепт морская свинка. Ну, она реализована, да. Да, с морской свинкой. Вот она реализована на практике. То есть мы как бы, есть, скажем, какая-нибудь символическая фигура. Может быть, ты про морскую свинку рассказываешь, когда про слава богу говоришь? Нет? Про что? Ну, вот, твой слава бог, это не морская свинка. Ну, да. Вроде там есть, да? Но при этом он как бы не... Ну, там-то доклад просто про магию был по большому счету, да. Там же доклад был не про антологию, там был доклад про магию. Ну, вот, такова вот, значит, ситуация. Ну что, все? Поговорили? Поговорили? Поговорили?